Вообще все начинается с любви, любовь, как ни крути, самое сильное чувство, которое двигает людьми. И, конечно, там наука и образование, это все сильно, хорошо, здорово, но мне кажется, что почему зрителям нравится этот спектакль и почему на него идут, потому что здесь происходит торжество чувства, что, скажем так, сердце побеждает разум. Шекспир это очень точно все наблюдает, наблюдает жизнь и умеет отнестись к этому с такой иронией немножечко, поддевкой, изменением смыслов. Наверное, единственный спектакль, после которого у меня было, когда на адреналине вдруг все сыграло, не думал там о технике какой-то и так далее, там было скорее что-то приятное, то есть такая легкость и веселье. Его, как сказать, ритм такой, что он бьется как сердце влюбленного человека, когда ты видишь того, кого ты любишь, но тот не знает об этом. И вот когда начинается такое, что ж, и вот я каждый раз настраиваюсь очень, мне кажется, я так хочу много чего попробовать, и так сделать, и так, и здесь еще стихи, это все очень красиво. И сейчас, и уже конец. Это прям, это гамма таких чувств, там нет одного чего-то, там все. И нужно вот в этот ритм просто прожить целую такую историю. Просто это требует и техники, с одной стороны, и просто живого чувства, чтобы рисунок соблюдать, и в то же время наполнить и вдохнуть своим каким-то чувствам. И здесь и сейчас, в данный момент, вот этому конкретному партнеру. Я думаю, в этом и плюс нашего спектакля, что ты не знаешь, чего ожидать. Вот что сегодня, что сегодня будет. То есть ты заряжен на все сто процентов, а что от этого родится, что получится, не знаешь. Лев Абрамович сказал, Даша, просто нужно ничего не играть. Вообще ничего не играть. Вот просто ничего. И тогда есть юмор, тогда вот когда ты просто идет жизнь, и когда это вот заводится, вот этот двигатель, и тогда и появляется юмор. Это единственный спектакль, пожалуй, в который вот с первой репетиции там веришь во все. Там действительно ты веришь, что это парк. Ты видишь его. То есть это происходит какое-то чудо, ну именно в этом спектакле. Что тебе ничего, в общем, там не приходится играть. Там приходится реально думать. И, ну, так должно быть всегда. Вот. Но почему-то именно в нем это происходит с такой просто поразительной легкостью. Хорошие стихи, хороший перевод, найденные какие-то, ну, в общем, мы понимаем, о чем мы говорим. Поэтому очень часто в жизни вот в ходу эти шутки, не знаю, самое частое, вот, наверное, когда, если, когда спрашивают, который час, конечно, тот, когда дурак вопросы задает. Вот, хорошо, если человек знает, что это цитата, а если не знает, там, был случай, я так, так, вот, все, извините, извините, да. Вот так вот. Ну вот, ну, а куда денешься? Если вот, ну, они в памяти одни, мы ими разговариваем, да. Ну, я за это обожаю этот спектакль. Это может быть потому, что мы в нем не так давно играем, но, может быть, именно поэтому он сейчас настолько живой, что ты после спектакля потом видишь сокрушающуюся актрису, говоришь, что такое? Она говорит, да не полюбила я его, ну, не полюбила. И она уходит домой и прям переживает, что она сегодня его не полюбила. Вот. А у тебя, наоборот, было сегодня. Ну, вот как это ощущение первой какой-то влюбленности. Когда что-то происходит с тобой, тебе просто очень хорошо, легко, и вдруг ты мир видишь как-то вот так поярче, посветлее и поподробнее. И вот я надеюсь, что и после спектакля это чудо тоже будет. Потому что у меня оно происходит, я не знаю, как у зрителей. Редактор субтитров А.Семкин